6 марта стало известно о смерти настоящей легенды, известного под ником Хаттаб. Информация об этом появилась в официальной группе репакеров ВК. Кроме душераздирающей новости, в последнем сообщении также говорилось и о том, что любые новые репаки, подписанные Хаттабом, являются подделкой и попыткой спекуляции на имени. Обновлений существующих уже репаков не будет. Интернет мгновенно наполнили соболезнования и респекты. Еще бы, ведь этот человек играл важную роль в жизни каждого геймера, предпочитающего торренты. Кем был Хаттаб? Почему его репаки были так популярны? И чем он заслужил любовь фанатов? Все это и даже больше ты увидишь в этом видео. Приятного просмотра! Большинство перестали посещать торрент-трекеры. Их заменили Steam и консольный гейминг. Однако лет 10 назад, чего греха таить, многие были частыми гостями пиратских ресурсов. И уже в то время среди множества репаков отдавали предпочтение именно тем, что создавал Хаттаб. Под этим ником работал Радик Низамов. Смерть настигла его в возрасте 60 лет. Авторы официальной группы ВК написали, что король пиратов умер от осложнений из-за вирусной пневмонии, которая возникла на фоне хронической обструктивной болезни легких. Новости о пошатнувшемся здоровье появились еще в 2018 году. Многие тогда либо делали скромные пожертвования для поддержки Радика, либо просто сопереживали. Тогда автор выкарабкался и продолжил радовать аудиторию репаками. Но, увы, трагический исход был лишь делом времени. Многие считают Хаттаба каким-то хакером, но стоит отметить, что сам он не взломал ни одной игры. Автора скорее стоит называть релизером. Видеоигры ломали SPY, Codex и прочие деятели, а Хаттаб лишь брал Steam Rip, добавлял уже созданную кем-то таблетку и аккуратно упаковывал все это добро в установщик. При этом работы автора выделялись тем, что репаки были надежными и рабочими, давали возможность во время установки выбрать необходимые DLC или модификации, а еще почти никогда не вызывали враждебной реакции антивирусом. Увы, отныне пользователям трекеров не стоит ждать новых репаков под брендом именитого автора. Фанатская группа сообщает, что последователей у Хаттаб не было. Конечно, некоторые игровые ресурсы утверждают, что сам Радик уже несколько лет самолично не готовил репаки. Но и они согласны с тем, что подпись от Хаттаба рядом с названиями свежих видеоигр больше встретить не удастся. Однако не все выражали скорбь. Сотрудник 1С Паблишинг Виктор Зуев пожелал репакеру гореть в аду и сравнил автора с Гитлером, ведь тот устраивал геноцид разработчиков. Реакция пользователей твиттера была молниеносной. В ответах слова Зуева немедленно раскритиковали, после чего тот удалил твиты. Однако многие скриншоты уже успели разойтись по сети. Впрочем, хоть игровой журналист и убрал записи, но от своего мнения явно не отказался. Хотя и признал, что перегнул палку. И все же обсудить проблему влияния пиратства на индустрию точно стоит. В 2014 году Евросоюз выделил внушительные 400 тысяч долларов на исследование, которое должно было проанализировать влияние пиратства на продажи фильмов, видеоигр, книг, музыки и прочего контента. Аналитическая компания Корус вела работу несколько лет, опросила десятки тысяч пользователей, но долгое время не спешила опубликовать отчет. А ведь его результаты интересовали не только правообладателей, но и самих пиратов. Итоги всплыли только после длительной переписки в 2017 году и оказались неожиданными. По заявлениям компании, в целом результаты не показывают прямой и заметной зависимости между уровнем пиратства и объемом продаж лицензионного контента. Единственное исключение – это самые популярные фильмы. Здесь на каждые 10 нелегальных просмотров приходится 4 случая легального потребления контента такого типа. Более того, исследователи утверждают, что зачастую пиратство влияет на продажи положительно. Пользователи, скачавшие видеоигру с помощью торрентов, часто совершали легальную покупку, чтобы получить доступ к онлайн-функциям, достижениям, обновлениям и прочим достоинствам лицензии. То же самое и, например, с музыкой. Тот, кто послушал песню нелегально, чаще всего следом покупал ее в iTunes. Получается, что пираты не так уж сильно влияют на индустрию? Судя по исследованию, ответ – да. При этом стоит отметить, что игровая индустрия все чаще напоминает лотерею. Как много людей купили бы Cyberpunk 2077, если бы CD Projekt Red выпустила честное демо? Именно поэтому стоит выразить благодарность разработчикам Outriders или System Shock, ведь они дают возможность пощупать игру, оценить механики и принять взвешенное решение. Кто-то вспомнит про систему возврата в Steam, вот только чтобы сделать корректные выводы, а той же Outriders потребуется куда больше двух часов. Так что те, кто предпочитает скачать очередной торрент, а не покупать кота в мешке, вполне можно понять. Но редакция Widgetimes настоятельно рекомендует покупать лицензионные игры. В итоге нельзя категорично говорить о вреде, который Хаттаб нанес индустрии. Быть может, пользы его труды принесли куда больше. В комментариях поделись своими пиратскими историями и мнением о пиратстве в целом. И не забудь поддержать это видео и канал лайком, подпиской и звонким ударом по колокольчику. Уверенно можно сказать, что Радик Низамов был выдающимся репакером, и второго такого уже не найти. Земля пуха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова